Группа Волощука СД давно решила на полуострове Камчатка побывать. Здесь Волощук служил, здесь набирался силы, и на всю жизнь он получил здесь вдохновение заряд. Камчатский край богатый, но суровый, здесь начинается российская земля. Народ живет здесь смелый и толковый, когда здесь утро, то в столице еще спят. Мы постараемся вам показать как можно больше вулканы, гейзеры, авачу, сивучей, китов и медведей. Памятник Берингу, Петру и Павлу, губернатору Завойко. И песни вам споем про этот край, про океан и про людей. Уважаемые любители рок-музыки, подъехали к нашей гостинице. Авача называется отель. Это один из самых старейших, оказывается, отелей. Находится в центре города, как нам сказали. Я тут думал, что мы еще где-то на окраине, а это, оказывается, центр города. Тут где-то рядом уже все. Видите? Поэтому пойдем заселяться. Говорят, что еще нормальная гостиница. Это я к чему? Что, ну, край просто благодатный, потрясающий, красоты. Не развивает туризм, ни билетов сюда, ни гостиниц, ну ничего нет. За два месяца заказывали. И то уже последние номера были. Пойдемте поселяться. Сейчас посмотрим, как тут встречают рок-звезд. И что за номера им предлагают. Смотрим. Гляньте, справа зеркало. Можно на себя посмотреть и оценить, как ты выглядишь в дневном свете. Как в софитах я выгляжу, я уже приблизительно знаю. А вот как в дневном свете не каждый день увидишь. Неплохо, я выгляжу, имею в виду. Но мешал им оценивать. Возьмем с тыла. Давайте сто лет на чем. А ну, дайте. Ух ты, я гон. Ну что хочу сказать. Пойдет. Унитаз нормальный. Умывальник нормальный. И ованочка приличная. Гляньте. Неплохая, неплохая, неплохая. Неплохая ванночка. Такая, знаете, джакузи со всякими, с массажами. Спинку можно почесать. Это же очень важно, понимаете, почесать спинку после гастрольных выступлений. И спинку почесать. Так что это уже неплохо, неплохо, неплохо. И посушить свою шевелерку. Шевелерку посушить. Вот это вот мое. Есть, куда что спрятать. Туалет неплохой с ванной. Смотрим, что тут за шкафчик. Смотрим, что за шкафчик. О, гляньте. Даже есть две вешалки. И ложки для обуви. Тут все есть. Вы говорили, что плохой номер 5. И тапочки. Во, во что важно. Тапочки. Я, правда, всегда босиком хожу. Но тапочки это признак хорошего раковина. И вот мы заходим в апартаменты. Но вы видите, тут специально все для Волощук АСД. Это гостиная. Тут написано хорошее слово. Радующие любители интернета. Отметь Авача отель в своем инстаграме. Покажи телефон с отметкой в нашем кафе. И получи комплимент от нашей гостиницы. Кофе, чай, шоколадный батончик, выпечка. Они думают, что я не воспользуюсь. Что я швыряюсь деньгами. Нет, ребята. Я воспользуюсь обязательно. И получу свой законный батончик. Если, конечно, не заметит этого мой продюсер и режиссер. Она же вырвет у меня из рук батончик шоколадный. Не дается. Смотрим спальню. Телевизор неплохой, должен сказать. Неплохой такой. Плазмочка. Я себя увижу там во время гастролей. Будут показывать. О! 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 Ну что? Богато! Тоже телевизор. Мебель вся резная. Итальянская. И постелька двуспальня. Ничего так. А ну что за шкафчики? Смотрим. Ух ты! Елена Ивановна. Тут даже халатик для вас есть. На меня-то он не налезет. Вы же понимаете. Что на таких богатырей еще не научились халаты шить у нас в гостинице. Смотрим сюда. Красно все предусмотрено, кроме вешалок. А так все хорошо. А нет. Есть четыре вешалки. То же самое вешалок нет. Для знаменитых рок-гостей из Москвы жалеет вешалки. Отмечу. Минус поставлю. Идемте. Тут даже бар есть, где можно посидеть, что-нибудь попить. Посуда даже есть. И стаканы. Это прекрасная гостиница. А нам говорили, что плохая. Нет. Хорошая гостиница. Прекрасная. Авача. Видите? И мне сказали, что тут специально для Полощука СД, который, как вы сами знаете, любит писать. Помните? Чукча не читатель. Чукча писатель. Вот и я буду здесь сочинять песню про Камчатку. Понимаете? Я уже набрался, набрался, уже набрался эмоций и впечатлений только по дороге от аэропорта до гостиницы. Я уже набрался впечатлений. Особенно внизу на ресепшн. Они почти час оформляли нам въезд. Как в Советском Союзе. Бумага тонна. Заполнять там все. Все прекрасно. То есть, воспоминания о Советском Союзе. А я же служил здесь как раз в 81-84 год. Советский Союз. Я вспомнил сразу. Поэтому все для меня приготовили. Все отлично. И тут видите? Хорошая литература. Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Собачье сердце. Ого! Это лучшее у него произведение. Самое суперское. Бессмертное. Фаворит. Валентин Пикуль. И Федор Достоевский. Знаете, есть. Идиот. Это меня так частенько хейтеры называют. Идиот. Кринж. Фрик. Дед. И так далее. Но потом. Поэтому будем читать. А что делать? Будем просвещаться. На что они намекают? Я хочу узнать. Ну, как вам номерок, уважаемые любители рок-музыки? Мне нравится. Единственное, что здесь сразу я отмечаю, нет кондиционеров. Но. Они тут и не нужны. Вы знаете, какая средняя температура в июле на Камчатке? Я вам скажу. 13,5 градусов. Средняя температура. Поэтому, открыв окно, это лучше всякого кондиционера. Но здесь, правда, максимум ему бывает. До 30. Вот сегодня градусов 20-25, наверное, точно есть. Жарковато. На окно откроем. И все будет хорошо. Так что, так вот. Уважаемые любители рок-музыки. Сейчас пойдем посмотрим, чем они нас накормят в ихнем кафе. Обедом каким. Потому что меня смутили немножко люди на ресепшен, когда я спросил, а вкусно ли у вас готовят. А в ответ тишина. А в ответ тишина. Они промолчали. Вот это меня насторожило немного. Но вы же знаете, я неприхотливый. Мне много не нужно. Мне какой-нибудь фуа-грата, вот знаете, с ежевичкой. Или какую-нибудь буратку. Тоже с клубничкой, с нарезанной. И с соусом песто. Отдельно. Я очень неприхотливый. Вы знаете, желудок из-за неприхотливый. Как будущий эксперт Мишлен. Я очень неприхотливый. Вы обратили на это внимание, уважаемые любители рок-музыки, что я очень неприхотливый. Поэтому попробую. И доложу вам, как тут в Хловаче готовят в ихнем кафе. Уважаемые любители рок-музыки. И хочу обратить ваше внимание на вазы. Видите, тут японцы. Это даже не китайцы. О чем это говорит? Что раздевают свой роток на наши Курилы. И видите, вазы дарят в гостинице, что с японскими физиономиями номер не пройдет. Это мы в Конституцию внесли изменения. Что нельзя нарушать целостность государства. Что это преступление. Даже мысль об этом, это уже преступление. Ну вот видите, опять вазочка. Опять японские сады. Легкомыслено, они что-то. На японцев смотрят. Это нельзя. Вид. Вид из окна. Вид хороший. Что хочу сказать. Видите? Сопочка покрытая растительностью. И какие-то, будем говорить так, строения. Ну вот он центр Петропавловска-Камчатского. Ну, зато глаз отдыхает на вот этих холмах. Уважаемый любитель рок-музыки. Но номер для рок-звезды мы вам показали. Это номер президентский. Люкс. Без вентиляции, правда. Без кондиционирования. Но оно люкс. Потому что здесь есть джакузи. Здесь есть отдельный кабинетик для Волчука-СД. Специально сделали. К моему приезду перестроили несколько номеров и сделали кабинетик. И большой зал там с баром, с большим столом. Где мы и проводим вечера. Но я хочу показать вам, где разместили участников рок-группы Волчука-СД. Они живут в одноместных номерах. Чтобы вы уже имели полностью представление об этой гостинице Авача. Поэтому идем в номер к младшей клавишнице рок-группы Волчука-СД. К Елене Сергеевне. Елена Сергеевна, открывайте. Проверка идете. Начальство пришло. А ну что вы тут делали? А ну признавайтесь, немедленно баловались. Пока не было папки. Нет? Серьезными лицами стоят. Видать не баловались. Видать занимались сольфеджо. Или музыкальной теорией. И чем занимались? Давайте посмотрим, как тут отхожие места обустроены. Это самое главное. А ну, ух ты. Это прекрасный туалет. Гляньте. И ванночка есть. Ванночка сидячая. Но поместиться можно даже мне. Все есть. Даже есть зеркало. Ну и сам номер. Ну, что я хочу сказать по поводу номера. На самом деле, однажды мы приехали как-то в Питер. Давно еще. Ну как, года 3-4 лет назад. Мы заблаговременно гостиницу заказали. И мы пошли в вот эти мини-отели, которые в жилых домах сделаны. Так этот номер намного лучше. Это шикарный номер для одного человека. Ну, согласитесь. Полутораспальная кровать прекрасная. Плазма стоит. Столик посидеть. Кресло. Тумбочка. Светильник. Шкаф. Нормальный шкаф. Гляньте. Все помещается. Не, это очень приличный номер. Все я хочу сказать. Смотри. Все есть. Полочки. Все положить можно. Давайте посмотрим на вид из окна. А вид из окна прям прекрасный. Это же центр города. Справа там главная площадь. Набережная и морпорт. Справа чуть ниже. Метров 500 пройти вниз. Может 400 даже. И вот. Напротив всякие торговые центры. И здесь даже есть рынок. Где продают всякую рыбу. Где мы завтра будем себе в дорожку покупать крабики. Замороженные. И икорку. Обязательно из нерки. Она только нерец прошел. Из нерки. Я возьму пару баночек. И из чавыча. Моей любимой. Я люблю крупную икру. Вот люблю. Понимаете. Люди любят мелкую. Знаете. Чтобы она такая как масло таяло во рту. А я люблю наоборот. Когда шарики лопаются во рту. Это чавыча. А чавыча это царская рыба из китовых. Чтобы вы знали. Если сделать котлеты из чавыча. И ты не знаешь что это рыба. Это же не угадай что это рыба. Что это рыбные котлеты. Настолько она плотная мясная. Хорошие номера. Ну что. Ну грех жаловаться. Для одного-то человека. И здесь даже есть холодильничек. Он пустой правда. Не успели мы затариться. Но работает. Проверяли. А тут вы видите что творят. Что творят участники рок-группы. За папкиной спиной. Колбаски прячут. Чтоб хромко под одеялом. Эй. Эт. От народ прошел. План убирали себе ляне. Всяких меллеров. И витамина С. Вот это хорошая штука. Приветствую. Молодец. Это витамины. Это сила. А рокеру сила нужна. Ты знаешь. Даже на стенах картины есть. Прекрасные картины. Видите. Облагораживают. То есть. Здесь люди тянутся к красивому. К высокому. Так что. Елена Сергеевна. Вам просто повезло. Что вы остановились. У гостиницы. Авача. В одноместном номере. С видом на центральную магистраль города. Даже напротив. Кондитерская. Джеффрис. Это не шутки. Елена Сергеевна. Не шутки. Вам просто повезло. И я смотрю. Участники рок-группы подражают руководителю. Руководителю подражают. Как вам? Похоже? Нет. Мои лучшие. Мои это настоящие. Это фирменные. Привезенные из Кастл-Рока. Из Санкт-Петербурга. Самые лучшие очки. С пружинками. Если вы обратили внимание. Они это крутые. Но похвально. Что начинаете подражать руководителю группы. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории Иван без цензуры. Расскажет рокер Волощу. Расскажет рокер Волощу. Расскажет рокер Волощу.